Увидел я как-то у рестарта давно видосы о реально плохих консоли, но он там говорил далеко не о всех плохих игровых системах, а только о тех, которые провалились по продажам. Но не все провалившиеся консоли это плохо. Можете посмотреть его видос, хотя если вы смотрите это видео, то скорее всего знаете этот канал. И что в тот момент выходило? Сегодня же мы разберем реально плохие консоли без упоминаний PS3, Vita и прочих систем, но перед тем как начать, если вам нужны дешевые игры, подписки, ключи активации для Xbox, то настоятельно рекомендую сайт xdefizboxdefizstore.ru В разделе Xbox вы найдете для себя все необходимые категории товаров. Это игры, здесь огромнейший список проектов на любой вкус. Вы можете поставить фильтр по алфавитному порядку, либо по цене. Выбрать удобную для вас валюту, будь то рубли, доллары, евро или даже гривны. Игр много и каждый найдет проект на свой вкус. Вы также можете зайти в раздел подписки и приобрести геймпасс ультимейт на 4 месяца, 7, 10, 13 и так далее. Цены напоминаю еще раз низкие, подобные предложения выгодны. Еще в разделе подписки вы найдете EA Play Access на 12 месяцев, либо 36 месяцев. На многих сайтах вы не можете купить DLC, но только и на xboxstore.ru. Их пока немного и количество будет только расти. Также имеется возможность заказать валюту в разных играх. Это и GTA V, Apex, FIFA и так далее. Множество реальных отзывов о товарах и на сайте, что как бы подтверждает его надежность. Уйма способов оплаты, поэтому если вам нужны игры и подписки на Xbox по низким ценам, то переходите в описании и там найдете все нужные ссылки. Что для меня плохая консоль? Это то игровое устройство, которое из себя ничего не представляет. Ее библиотека игр равна днищу и смысла рассматривать такие системы нет. Вы там ничего не найдете, кроме негатива, а оно разве кому-то нужно? Думаю, что нет. Какие игровые платформы рассматривать не стоит ни при каких обстоятельствах? Это вы узнаете сегодня и прямо сейчас. Не будет здесь никакого порядка, стану называть разнобой. Но в основном здесь ретро-системы, которые обходить стороной нужно. Atari, причем любая консоль, кроме Lynx. Я не вижу никакого смысла покупать любую систему от Atari, потому что истоки не всегда бывают замечательными. Уверен, что многие не были знакомы с этими жестко-пиксельными играми и ловить тут нечего практически всем. Эти игры настолько устарели, что даже в нулевых первая консоль Atari никого бы уже не заинтересовали. А что говорить за наши дни? Да, игры здесь есть, они неплохие, но все же второе поколение явно не для игры в наше время. Если коллекционер и некуда бы праздывать деньги, то можно. Но обычному человеку играть такое я бы не советовал, конечно. Есть любители прям жесткого ретро, но к ним я не отношусь. Все-таки советовал бы я брать в коллекцию, начиная либо с обычной NES, в простонародье Dendy. Там хватало неплохих тайтлов, которые даже сегодня играются замечательно. А если вы ранее были со всем этим знакомы, то залетить на ура. А так не, не стоит. Вот Mega Drive, Super Nintendo будет смысл брать всегда. Но это тоже мнение такое. Кто-то не согласен, я вас прекрасно понимаю. Но я бы не стал играть в Atari 2600 и прочие их консоли с цифрами. Да и вообще на любой Atari. В то время это было хорошо. Некоторые люди отдавали предпочтение именно Atari, и продажи говорят сами за себя. Но это только одна их консоль, которая выстрелила. Затем пошли финансовые потери, с каждой попыткой ворваться на рынок. Если вы смотрите на эти игры такие, да пойдет. Сыграю с удовольствием, то можете попробовать хотя бы эмулятор перед покупкой. Но не знаю для кого это все в наши дни. Я не считаю Atari 2600 плохой консоли, потому что в свое время она сделала прорыв. Но сегодня этот прорыв слишком устарел, чтобы обращать внимание на него. И если с настолько пиксельными играми все понятно, то что у нас по 3D? И в частности последней игровой системе Atari, Jaguar либо Jaguar. Настолько ужасную консоль еще нужно поискать. Все-таки нужно отталкиваться от какого-никакого времени. Потому что время не щадит никого. А если рассмотреть прям провалившуюся консоль пятого поколения, либо раньше, то можно прийти в ужас. Потому что их не покупали не просто так, и на Jaguar ничего нет. Это совершенно пустая консоль и пустая трата денег. Да, есть Doom, но на какой системе его не было. И покупать Jaguar ради Doom, который выходил на ту же PS1 или N64, бредовая идея. Стоит рассматривать игровые системы, которых у вас не было пятых поколений, в том случае, если эксклюзивная библиотека игр интересует. Но в других случаях нет. И на Jaguar здесь пустое это дно, которое подойдет для единиц. Да если найти людей, которые в то время покупали Jaguar, то все поголовно остались недовольны. Очень мало игр, а стоящих вообще ноль. Можно что-то сказать про геймпады, дизайн, но это по большей части не важно, потому что на консоли вы в первую очередь будете играть. А как играть на этом? Зачем это? Я запрещаю вам играть на Atari Jaguar и покупать настолько бредовые вещи. Это тот случай, когда игровая система придет к вам, вы ее включите, запустите один раз чисто для того, чтобы узнать, а работает ли она, и все. Больше никогда не будете в это играть, а какой смысл от приобретения такого устройства, если здесь все глухо? Думаю, с Atari все ясно, это неудачный эксперимент, приобретя который, люди оставались недовольны. Сегодня есть симулятор, да и он не нужен, потому что годных экзов нет, мультиплатформа выходила на другие системы, так что просто забейте и наслаждайтесь жизнью. 3DO. Наверное, можно сказать, что 3DO неплохая консоль, но здесь есть хотя бы нормальные эксклюзивы, в которые поиграть можно. Да не без боли, и некоторые экзы прям такие себе, но найти для себя годноты штук так 10 выйдет. Правда, зачем это все, вопрос хороший. По факту, 3DO это такая же провалившаяся консоль, как Jaguar, только чуть получше. У нее возможностей больше, и игр вышло там немало. Но они тоже такие себе, и, ну, посмотрите вы на оригинальный NFS. Сыграйте в пару экзов, и что дальше? Да, игр 10 выйдет вместе с мультиплатформой, но все равно смысла я покупать не вижу это устройство. У меня продавали 3DO за 15 тысяч, вроде как рабочую, но я тогда ее не купил, и предложение утекло куда-то далеко. И может человек до сих пор не смог продать 3DO, но что-то мне кажется, что он все-таки ее скинул. Потому что ценник вполне нормальный. Лазер, думаю, там не очень, но и само состояние кал тот еще. Настолько пыли я в глаза не видел, а вы сами знаете, что многие мои консоли покрываются огромными слоями пыли. Но тот 3DO, который я увидел, меня поразил своей грязностью. Дерти консолька. А так не, не нужен вам 3DO, потому что существует крутая доступная альтернатива в лице PS1. Как говорится, критикуешь, предлагай, и я могу предложить PlayStation 1. Здесь много годноты, стоит она куда меньше, чем всякие Ягуары вместе с 3DO, а пользы и полученных эмоций вы соберете столько, что интерес провалившемуся мусору появится не скоро, либо никогда. Ибо PS1, Saturn вместе с Dreamcast'ом и N64 это суперконсоли. Я считаю, что нет смысла покупать отдельно Saturn либо Dreamcast, если имеется возможность, то берите сразу две консоли. Потому что они вместе дают сногсшибательный результат. Это невероятно и рекомендую. Иной уровень гейминга. Графон и библиотека потрясная. А по отдельности просто норм, ничего плохого сказать не могу. Так что к Atari отправляется еще и 3DO, а были ли еще какие-то ужасные игровые системы? Да их полно, но хочу поговорить про портативки. Думаю, тема портативных систем интересна многим, и вероятно, что кто-то может предположить, что я сейчас буду говорить за неудачный опыт Sega. Но, как я считаю, их решения были вполне неплохими. Далеко не идеальными, но статус неплохо, здесь дать можно. А что такое плохо? Game.com, либо Game.com. Уверен, что про это чудо игропрома знают далеко не все. Найти его можно только на зарубежных досках объявлений, но раз эта консоль появилась в данном видео, то делать этого не стоит. Вышел он в 97-м, имеется поддержка двух картриджей, черно-белый сенсорный дисплей, которым можно управлять при помощи стилуса, и он разделен на квадраты. ЧБ консоль в конце 90-х заказывали? Мне кажется, или это кринж, но черно-белый дисплей это не самое плохое, что есть у этой консоли. Да, это первая портативка с сенсорным экраном, и если ставка была сделана на дисплей, полностью забив на мощность игры, то провал всегда гарантирован. Я обожаю Duke Nukem, вы это прекрасно знаете. Я желаю купить N64, чтобы поиграть в Duke. Остальные игры для меня это чисто бонус. И мне как фанату олдскульного Duke очень больно смотреть на это. Сразу же в голове зреет вопрос, а как в такое играть? Это нереально и невыносимо точно так же, как и Duke 3D на Амега Драйве. И здесь большинство игр отвратных. Вообще на Gamecom вышло очень мало проектов, а то, что выходило, это ну вот такое. Все игры Gamecom это устаревший тайтл, возвращаться к которым и знакомиться не стоит даже на эмуляторе, но дело ваше. Я просто говорю про те консоли, которые меня совсем не интересуют, и покупать такое я не стану вообще. Если только не начну снимать рубрику о мусорных консолях, тогда с удовольствием, а так не. У меня такое уж точно не нужно, а вам так тем более. Так что если кто-то вдруг хотел себе Gamecom, то просто остановитесь, сделайте вдох, выдох и наслаждайтесь жизнью дальше. Играть в такое на шитни, это нужно постараться. Да и те, у кого есть Gamecom, Jaguar, 3DO, вряд ли во все это играют. Кому это нужно? Никому. Единицам в лучшем случае. Ну и пусть завершающей консолью станет Amiga CD32. Консоль продержалась на плаву очень мало, и тут не вышло практически ничего. Библиотека отстойная, некоторые тайтлы выходили на Amiga CD32 уже после того, как консоль прекратила свою поддержку. И не нужно даже смотреть в сторону первой консоли пятого поколения, которая таковой являлась для определенных стран. Так что CD32 тоже не покупайте, ибо смысла в ней еще меньше, чем в Jaguar. Хотя что то, кал, что это, так что здесь чисто на любителя. Вдруг кому-то в радость отдавать пару тысяч баксов за одну игру, которую к тому же ты можешь пройти на другой платформе, то окей, это дело ваше. А для тех, кто хоть немного думает головой, нет. И это не все плохие консоли, которые выходили, и если вам нужна прода, то пишите, сделаем. Не украл контент у рестарта, а адаптировал. Ауф. Я бы не снимал это видео, если бы он не говорил в своих видосах о бите, не затрагивая при этом реально плохие консоли. Сейчас такого в игровой индустрии уже нет. Существуют Sony, Nintendo и Mikey, они всегда будут радовать геймеров крутыми играми и консолями. Не будет такого краха, как это было раньше, да и плохие консоли не выходят со времен пятого поколения. Так что опасаться здесь нечего, и покупая любую консоль, у вас всегда будут игры. А если прода нужна, рассмотрим еще несколько фриков, и придем к тому, а что покупать категорически запрещено. Можете написать в комментах, что 3DO топ, почему-то в наших странах люди уважают 3DO. Но это дело ваше, мне такое не в кайф. Не забывайте подписываться на канал и все возможные соцсети. Сегодня отвечу на комменты в телеграме с ютуба, так что залетайте туда обязательно. До новых видео и встреч. Субтитры сделал DimaTorzok